привет ребята это сид сегодня посмотрим импортный инструмент и начнем вот с такого приятного подгона вконтакте со мной связался назим мусаев у них есть фирмочка в городе омске и они занимаются поставкой инструмента из китая и вот он нам сделал такой подгон прислал такие пробнички фрезы твердосплавные и одно сверло давайте их поглядим начнем с этого ну мы их в нашей работе редко используем но иногда все-таки используем конечно это по большому счету предназначена для чпу но и на простых на ручных станках их тоже можно юзать такое покрытие золотистая бронзовая как он написал в краткой справке по этим инструментом это износостойкое покрытие титан x cobalt 3 в общем я в этом ничего не понимаю сами разбирайтесь уже нанотехнологии я слишком стар для этого так такое вот сверлышко такое же покрытие бронзового цвета это сверло на 4 и вот парочка фрез с такой маркировкой да забыл сказать что инструмент фирмы диджей толл но наверное имеется ввиду ту инструмент но одну букву о они решили убрать название тут неважно фирма довольно известная диджей толл вот такие вот фрезы это 3 миллиметровая четырех пера фреза цельная твердый сплав черное покрытие тоже что-то там на на азота кобальта титана нитридные всякие технологии уже такие 2 пюре такая же тоже черное покрытие оксида алюминиевые в общем износостойкие покрытия воде и сейчас заюзаем что-нибудь ими по фрезеруем так ну ни с каким алюминием мы тут баловаться не будем у нас тут не детский сад у нас все по жесткому берем их фрезеруем напильник наваливаем оборотов побольше берет берет теперь берем сверло и сверлим вручную нас не забалуешь ну чё как в масло по моему огонь даже покрытие не слезал никаких следов что ж на зиму большое спасибо теперь у меня есть инструмент для сверления напильников ссылки на на зима на его фирмочку вконтакте на их не сайт оставлю под видео а мы поехали дальше привет ребята это сид ваша любимая рубрика трясущиеся ручки шаловливые ручонки чумелую ручки короче сегодня посмотрим инструмент сам двиг и вы меня конечно же спросите зачем ты нам это все показываешь у нас даже таких станков нету и незамедлительно отвечу для общего развития но если серьезно то все-таки кое у кого такие станки есть большая часть инструмента для чпу но попадаются некоторый инструмент оснастка который можно запихнуть и в обычный ручной станок универсальный давайте приступим будем смотреть быстро я вам показываю маркировку характеристики и все остальное пробивайте сами на ихнем сайте есть хорошая база данных там все все написано инструмент будет выложен на директ лоте в моих товарах ссылка на директ лот в шапке канала и под видео первая вещь это у нас вот такая вот такой адаптер переходник для расточных систем вот смотрите маркировку сделана из алюминия очень легкая подвод сош болты крепления инструкции метров четыре штуки вот таких адаптеров следующая вещь вот такой номер это какая-то могучая утравка но это удлинитель удлинитель инструмента такой с полигональной посадкой небольшая коррозия вот номер для проверки тут с одной и другой стороны одинаковая посадка как он там карам карамант кап то или как он там называется такая вещь следующая коробка имеет вот такой номер вот смотрите маркировку ну судя по внутренности это что-то связанное с гидравликой какой-то адаптер может быть переходник на гидравлический патрон топ-50 конус но инструкция есть промасленная все уже стало прозрачного если кому-то что-то это говорит то такая инструкция тоже какой-то переходник поехали дальше так вот следующая коробка но это похоже такой же переходник первый был на диаметр 32 поэтому диаметр 25 запечатал покупки отверстие точно такой же переход гидро патрон следующая вещь это просто переходная втулка на конус морзе номер 2 2 морзе с 50 с отверстием под клин для выбивания инструмента так тут маркировка вот следующая коробка такая маркировка это оправка под насадные фрезы ну или под дисковые можно с таким кольцом использовать можно со шпонкой там шпонка еще есть посадка 27 миллиметров маркировка вот показываю маркировку на самом инструменте потому что иногда попадается коробка другая неродная так тут есть косички вот рыжики но тут еще немного следующая маркировка следующая маркировка это такой же удлинитель с полигональной посадкой так следующая так вот смотрите маркировку это тоже какой-то переходник на гидро патрон он был уж на его тут есть следы от установки ну вот на конусе тоже немного был и вот так вот или это испорчен он или может быть ничего страшного либо так должно быть такая штука тоже 50 конус с штревелем штревел еще вкручен следующая вещь вот такой номер это я не знаю что такое тоже треугольная и полигональная посадка так вот маркировка на самого на самой оправки так здесь косячки такие рыжики так следующая вещь оправка с сухарями ну под насадные фрезы небольшие рыжики так вот маркировка так еще одна точно такая же оправка посадочный 40 так следующая коробка такая маркировка ну что себе ну это наверное фреза такая с какими-то линейками еще так вот такая посадка вот маркировка ну не знаю что за инструмент наверное фреза какая-то с такой вот еще с центровкой так что-то коробки все больше и больше инструмент весьма серьезных размеров так вот следующая маркировка ну вот такой вот не знаю что это удлинитель адаптер фланец какой-то видимо для тоже переходника пробивайте по номеру смотрите там посадочные размеры так следующая вещь такая инструкция винтики ну это очевидно что фреза r790 смотрите там маркировку дальше пластины такие рифленые посадка тоже такая четырехзубая еще одна такая оправка такая маркировка ну вот самая большая коробка смотрите номер такая запчасть что-то монструозное вообще гигантомания с пружинками насколько я понимаю сюда как раз вставляется вот эта штука вот так вот зачем-то она на пружинках сделана но мы откручивать не будем в общем вот так вот инструмент собирается 2000 инча 5 соток подачи ну это какая-то расточная фигня она здесь подается вот вот там есть такая такой пазик вот в этом кольце это кольцо вращается там есть паз он профрезерован по спирали здесь меньше и вот в него заходит вот этот вот штифт и при повороте кольца ну видимо винты ослабляются пружинки остаются подпружинено все это смещается эксцентрично от центра смещается и для точного растачивания и потом обратно фиксируется болтами ну вот сколько здесь 14 делений по 5 соток ну вот на 7 десяток можно изменять размеры достаточно ну сюда видимо уже оправка расточная вставляется диаметр 40 такая вот система так следующая коробка винты вот такая шняга понятия не имею что это а ну так это вот это расточная смотрели вот эти адаптеры это похоже вот отсюда вот эти алюминиевые адаптеры сюда вставляются сюда видимо инструмент еще как то и вот для огромных диаметров расточки это уже тут со стороны станка к шпинделю вот так вот все собирается так вот номер вот такая штука ну и здесь то же самое в общем вот таких блоков есть три штуки так и последняя на сегодня здоровая штука потом перейдем к маленькому инструменту вот такая маркировка ну это точно такая же уже мы посмотрели расточная голова со следами неправильного хранения тут есть небольшая коррозия ну практически не чувствуется так ну вот это вот уже давно на директлоте выложена такая маркировка это у нас насколько я понимаю резьба нарезной патрон там даже внутри квадрат для метчиков да вот такая фиксация с пружинками ну там шарики для быстрой замены и вот это тоже есть в продаже это тоже что-то для нарезания резьбы так следующая вещь вот маркировка ключик инструкция так запечатано распечатывать не будем это насколько я понимаю гидропатрон такой маленький посадка тоже это полигональная маленькая только так вот усилие биение так следующее вот такая штука какой-то какой-то инструментальный блок пластины ромбические вот еще раз маркировка так вот такая вот такая это тоже резьба нарезной патрончик вообще маленький вот этих вот инструментальных блоков резьбонарезной патронов так как резьба нарезной патроны так как из них 12 штук так вот этих штук 7 вот этих адаптеров или как резьбонарезной или как не знаю что это такое следующая вещь вот такой номер это тоже визба нарезной патрон выглядит как немножечко был возможно возможно был такая маркировка так потом три штуки вот таких вот тоже гидропатроны давайте вот это вскроем без инструкции и без ключа вот видите под маленькие маленький инструмент тут такая полигональная посадка ну не знаю как она точно называется тут маленький треугольник сделано в швеции три штуки давайте посмотрим что это тут еще меньше тогда посадка сандвиковская сандвиковская ноу-хау здесь фильтр порошковой металлургии фильтр такой ребята я не знаю что такое пробивайте вот по маркировке я не знаю что такое там внутри что-то болтается но какой-то патрон оттягивается там шарики фиксирую до вот такие патроны ну что ж получился вот такой обзорчик кому интересно приобрести инструмент переходите по ссылкам цены напоминаю ну на порядок наверно ниже чем у официальных дилеров это насколько я понимаю списанные неликвиды с одного крупного предприятия ну не востребованный инструмент у официальных дилеров такой инструмент будет стоить в десятки раз дороже так что не упускайте возможность и приобретайте ну а на этом у меня на сегодня все всем пока удачи удачи а